Итак, давайте рассмотрим, какая алгебраическая процедура связана с системой RSA. Итак, у нас вводятся две структуры, это кольцо и группа. Кольцо открытое, общедоступное, а группа секретная, недоступная. И шифрование, и дешифрование выполняется с помощью коммутативного кольца. Вот коммутативное. Соответственно, две операции сложения и умножения. Модуль N общедоступен, соответственно, и общедоступно данное кольцо. То есть, зная N, соответственно, вот все значения общедоступны. Таким образом, мы можем, используя данное кольцо, послать сообщение Бобу, как мы помним, шифруя его открытым ключом сообщения. И расшифровать сможет его только Боб. Для генерации ключей используется закрытая мультипликативная группа. Помним, у нас есть коддитивная группа, это Абелева группа, а мультипликативная, ну, просто группа. Соответственно, у нас есть умножение и деление. Они необходимы для создания ключей. Модуль φ от N является секретным. Поэтому, никто не должен его знать, ну, и, соответственно, данную группу никто знать не должен. Ну, как только мы узнаем данный модуль, мы можем достаточно легко атаковать наш шифр. Итак, у нас открытый ключ состоит из, имеет вид кортежа. Это из E и N модуль. А D у нас идет как наш секретный ключ. Соответственно, промежуточные значения ПКУ и ФИН мы можем не использовать. Ну, они применяются при расчетах. Секретный ключ зависит от модуля N. Поэтому, если мы изменяем секретный ключ, то меняется, соответственно, и модуль N. Как у нас производится генерация ключа? Вначале мы получим модуль N. Для этого мы выберем два простых числа. Ну, конечно, выбрать простые числа не так уж просто. Достаточно сложно сказать, простое данное число или нет. И обычно используются не простые, а псевдопростые. То есть, есть алгоритмы определения псевдопростых чисел. И вот мы с помощью этих алгоритмов можем сказать, что да, данное число всевдопростое. С помощью этих двух чисел мы получаем модуль N. И одновременно мы можем вычислить и модуль ФИН. Н будет использоваться для открытых ключей, а ФИН для закрытых. Значит, открытый ключ выбирается взаимно простым с СИН. Соответственно, закрытый ключ получается как инверсия нашего открытого ключа по модулю ФИН. И таким образом, данная пара, данный кортеж, это является открытым ключом, а D является закрытым или секретным ключом. Ну, понятно, почему мы используем именно простые числа, чтобы у нас была структура группы и кольца. Потому что, если у нас будут равные числа, то мы можем эти структуры и не получить. Итак, шифрование. Ну, шифрование, то стандартное применение для, как применяется для асимметричного шифрования. Естественно, что мы должны шифрование проводить за полиномиальное время, то есть достаточно быстро. При этом размер исходного текста должен быть меньше числа Н. Слово Н известно, поэтому и размер исходного текста мы можем сравнивать с этим числом Н. Если АН число достаточно большое, и если размер текста больше числа Н, то мы его просто разбиваем на блоки. Ну, еще раз скажем, что асимметричное шифрование – это достаточно дорогое удовольствие. Оно очень ресурсоемкое. Поэтому достаточно распространенное действие, когда с помощью асимметричного ключа шифруется сообщение. И симметричный ключ у нас с помощью открытого ключа получателя превращается в зашифрованный ключ. И вот этот комплекс мы посылаем. Соответственно, при получении этого комплекса мы ключ расшифровываем с помощью своего закрытого ключа. Вот он ключ у нас получается симметричный. И с помощью этого симметричного ключа мы расшифровываем сообщение. Поскольку ключи симметричные короче, чем асимметричные, то вот это соглашение обычно выполняется и не нужно разбивать исходный текст на блоке. Итак, ну, шифрование, как мы видели, оно выполняется с помощью возведения степень. Ну, естественно, мы вычисляем не так, как обычно в школе мы вычисляем произведения не уголком, а с помощью специальных алгоритмов быстрого возведения в степень. Ну, и для расшифровки используется свой алгоритм. Этот алгоритм, опять же, имеет полиномиальную сложность. То есть мы его за достаточно определенное конечное время можем выполнить. и опять же размер зашифрованного текста меньше n должен быть. Ну, как мы говорили, обычно шифруется не сам текст, а ключ или ключ и хэш. Ну, все это вполне укладывается в размеры меньше n. Ну, и фактически расшифровка это тоже у нас быстрое возведение степень. Ну, и потом по модулю, естественно, берется. То есть в принципе реализация достаточно простая. Музыка 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 Продолжение следует...